Где ты работаешь? Как мужчины отвечают на этот вопрос? И как по его ответу распознать, какой мужчина за этим скрывается? Приличная девушка не задает такие вопросы, а тебе какая разница, да? Али что, тебе это важно там? Если мужчина выпендривается на свидание, значит он там нищеброд, наворовал или сын богатых родителей. То ей важно, сколько я там денег зарабатываю. Обязательно ей нужно знать, какие там мои доходы. А как понять, что этот мужчина достойный? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И я считаю, что вопрос мужчине, где ты работаешь или кем ты работаешь, это важный вопрос, который необходимо задавать. И моя задача сейчас в этом видео объяснить тебе, как отвечают на него мужчины и из-за какой реакции, какой мужчина, какой тип мужчины скрывается. Кстати, более подробно, больше таких вопросов, больше таких фраз, больше таких фишек на распознавание мужчины. Если ты хочешь еще больше видеть мужчину насквозь, и чтобы для этого тебе не нужно было там 10 свиданий, либо 5 лет совместной жизни, а чтобы для этого тебе было достаточно максимум одного свидания. Если ты хочешь понимать больше себя как женщину, привлекать достойных мужчин, строить счастливые отношения, перезагружать непонятные отношения, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Смотри это видео до конца, уверен, будет полезно. Первая реакция, которая может быть, это такая, знаешь, агрессия. Мужчина реагирует агрессивно. Это в смысле, да, что это за вопросы, что это за неприличные вопросы. Приличная девушка не задает такие вопросы. А тебе какая разница, да, или что тебе это важно, там. Есть такие мужчины, которые так реагируют, и я считаю, что это уже многое говорит о мужчине. Он имеет право так реагировать, но это уже такой серьезный звоночек, что лично я бы не продолжал взаимоотношения с таким мужчиной, потому что если задуматься в суть вопроса, ничего плохого же ты не спрашиваешь. Никого же ты не оскорбляешь. Некоторым мужчинам кажется, что ей важно, сколько я там денег зарабатываю. Обязательно ей нужно знать, какие там мои доходы. Задавая этот вопрос и слыша на него ответ, я могу многое сказать человеку, какой у него образ жизни, что он из себя представляет, чему он стремится. Те мужчины, которые видят в этом вопросе какую-то корость, подвох, или реагируют агрессивно, это уже признак, ну, такого нищебродства. Следующая реакция. Это мужчина, он озвучивает, он долго начинает рассказывать про свою должность. У него какое-то длиннющее название его должности. Или он долго начинает рассказывать про свой успешный бизнес, про свою успешную компанию, про свои какие-то большие успехи. Хотя ты просто спросила, ну, короткий, так сказать, вопрос. И такая супер презентация начинается. В моем понимании, это мужчина, опять же, либо нищеброд, который хочет и свое какое-то дело приукрасить, чтобы у девушки сложилось впечатление какой-то такой невероятной картинки. И это мучает, на самом деле, пикаперов на пикаперских курсах, что если у тебя должность, например, менеджер по продажам, нельзя так девушке отвечать на свидание, что ты менеджер по продажам. Если ты менеджер, например, по работе с клиентами, то нужно там говорить, что я отвечаю за поставки, там поставки сырья между странами, да. А на самом деле я просто работаю с клиентами, да, там и отвечаю по телефону. Пикаперов учат, в общем, приукрашивать. Поэтому здесь может скрываться за этим ответом либо пикапер, либо из богатой семьи, который сделал деньги Nissan, который сделал свое состояние или свои результаты с подачей родителей. И обычно у таких мужчин тоже вот им не хватает признаний, им очень не хватает признаний, поэтому они любят повыпендриваться, они любят вот какое-то такое некое шоу, некое такое, знаете, антураж. Либо же тоже за этим ответом может скрываться мужчина, который зарабатывает деньги нечестным трудом. Нечестным трудом, либо, ну, знаете, не совсем честно, и он, они тоже любят вот такой выпендреж, любят вот такие вот, 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 вот такие преувеличения, вот такие вот красоту речи, приукрашивания. И это может быть даже не приукрашивание, это может быть по факту быть, что он там директор международной какой-то суперизвестной компании, либо владелец там какого-то завода. Но он не скажет, да, что этот завод, например, там подарил папа, или этот завод как-то каким-то образом к нему попал, а не создан честным трудом, не заработан честным трудом. Следующий вариант ответа, это короткий ответ. Там, я предприниматель, или я занимаюсь строительством. То есть очень скромно, достаточно коротко и скромно. И в моем понимании так отвечают психологически зрелые мужчины. А зачастую это уже состоявшиеся мужчины, которым не нужно ничего доказывать, которые не приходят на свидание ради того, чтобы черпать недостающую дозу признания. Это те мужчины, которые уже себе что-то в жизни доказали, уже где-то преуспели в чем-то. Опять же, они не ищут в каждой женщине вот эту вот дозу, очередную дозу похвалы, особенно там в начале взаимоотношений. Если ты ориентируешься на более здоровых мужчин, я считаю, что присматриваясь, ну вот этот ответ более похож на такого мужчину. Это не значит, что судя по одному этому вопросу и ответу на него, можно все рубить с плеча, делать вывод о мужчине. Или это не значит, что если мужчина выпендривается на свидание, значит он там нищеброд, наворовал или сын богатых родителей. Это не дает стопроцентный диагноз. Или же, если мужчина ответил скромно о себе, значит он точно успешный. Или значит он точно там уже достойный, уже состоявшийся. Не факт, вообще тоже не факт. Но если говорить про такой вариант, как скорее всего это так, то да, это мои наблюдения. Я это сужу по себе, я сужу по своему окружению, я сужу опять же по себе, каким я был раньше, я сужу по разным уровням мужчин. И в моем понимании состоявшиеся мужчины, они скромны, потому что они не нуждаются в признании, они не нуждаются в заслуживании любви. То есть это и есть самодостаточность. Когда мне окей, да, я не ищу, чтобы мне стало лучше от того, что меня похвалит еще кто-то. Что хочу добавить? Пожалуйста, не гонитесь за волшебными таблетками. Не думайте, что секрет создания счастливых отношений или привлечения достойного мужчины, это задавание волшебных вопросов. Да, волшебный вопрос, где ты работаешь, и понимание, как там, какие мужчины отвечают, это может ускорить, это может облегчить или облегчить, как правильное ударение. Но это не является фундаментальной движущей силой, которая тебя приблизит к твоему счастью. Многие девушки, они задают вопрос, а как распознать там успешного мужчину? А как понять, что этот мужчина достойный? Вопрос не как понять, а вопрос в том, как прокачаться как женщина, чтобы соответствовать тому уровню мужчин, которого я хочу. Чтобы соответствовать тому уровню мужчин, который мне необходим. Не просто уровню мужчин, а еще, чтобы и отношение этого высокого уровня у мужчины было ко мне достойное. Потому что мужчина может быть высокого уровня, но не предлагать тебе ничего большего, чем просто секс, например. Поэтому важно, чтобы и мужчина был необходимого уровня, и его отношение к тебе было также необходимого уровня. И для этого секрет не в вопросах, для этого секрет не в волшебных фразах, а для этого секрет в прокачивании себя как женщины. Бесконечное прокачивание И тогда твоя жизнь будет становиться лучше и лучше и лучше Если для тебя важно разобраться больше в этом вопросе В психологии мужчин, в психологии отношений В прокачке себя как женщины Как повышать собственный уровень Как повышать уровень мужчин Как повышать уровень отношений мужчин к тебе Тогда прямо сейчас под видео Кликай по ссылке И успей записаться на бесплатный онлайн курс Мужчина. Честная инструкция Если это видео было для тебя полезно Прямо сейчас ставь лайк Подписывайся на канал И до встречи в следующих видео Пока